Сейчас, дорогие друзья, будет буквально с минуты на минуту, а может даже с секунды на секунду продолжаться матч. Давай так, предикшн. Будет ли это 1-1 и ответочка от фейзов, или же все-таки NIP порадует своих болельщиков? Я думаю, что все-таки это должна быть карта для фейзов. Даже оверпасы не играют чаще, играют чуть лучше, чем команда NIP. И по одной карте Демираж судить не стоит никак вообще. Форма, подготовка команды фейз, хотя фейзы тоже будут выступать на пробласти, и вполне вероятно, что тоже находится уже как и Na'Vi на буткемпе, именно непосредственно в Копенгагене, но это не точно. И вот на старту, наконец-таки, тот самый оверпас, которого мы с вами ждали. NIP против фейз, клан, вторая карта между этими командами и четвертая уже серия, четвертый раунд на сегодняшний игровой день или вечер. Так, ну от Фореста Патрик Линдберг, entry-frag по Гардиану. Кстати, от перестановки слагаем. Сумма не меняется, Гардиану Тойф погибает первому своей командой. Неплохо. А вот от Олафа залетает на токсик. Неплохо по Гетричу. Еще минус. Олаф Мейстер неплох. Но Лекар моментально дает размены. Три в три, но выход на бэ так или иначе имеется. Лекар даблкил, Лекар триплкил. Лекар сегодня просто что-то с чем-то. Лекар хорош. И с снайперской винтовкой мы сегодня видели, тоже давал невероятные минусы. Особенно мне запомнился тот по А-апартам, когда он нико по голове попал и начал дефюзить бомбу. Еще и времени хватило на все про все. Но теперь Керриган, бывший капитан команды Фейс, должен работать. Попадает по голове Рея за тот же Лекар. Четвертый фраг легчайший для шведа. Просто ждал своего часа, своей секундочки. Для того, чтобы выйти на позицию и поставить еще один хедшот. Ну и по факту экономически должен быть для Фейса бомбу они не ставили. Вот если бы была бомба, конечно, шансов было бы на гораздо больше. Возможно, даже какой-то форс организовать под два калаша. И что-то такое очень интересное. Но только по 251 без какой-либо гранаты. И шансы уже при счете 0-2 сделать хороший бай и побороться с NAP. Которые, в свою очередь, берут довольно много фармганов, чтобы экономику оппонента... Точнее, чтобы свою экономику немножечко поднарастить. И тут уже просто дабл, трипл, зажим с разных сторон с этих фармганов. И по факту все они сработали и принесли своим владельцам денег. Это знаешь, как в ММА-сах, типа я и мои жизненные проблемы. Учеба, родители. Да-да-да. И КС посередине такой, что все это мешает этому состояться. Ну что же, 2-0. 2-0, дорогие друзья. Начало от команды NAP вновь блистательное. Ничего лишнего здесь добавить, наверное, и не нужно. Ну и команда FaceClan. Первый оружейный для них. Посмотрим, что сейчас будет. Да, есть нормальная раскидка. Есть пара флешек с маковых гранат. А здесь отреза хорош, хорош. Вместе с Деннисом на пару поработали. От Гетерыча еще минус. От Денниса с Реза по фрагу. И куда делись все четыре девайса у команды FaceClan? Ну, судя по всему, остались на плейграунде. Отлетели, а вот уже начинают подбирать их. И СГшечка тут тоже. Точнее, ГС или СГ правильно называют? Он ГС, да? Нет, он... ГС-556 или СГ-556? СГ. Да, СГшка. 5-5-6. И подобрали ее, а теперь только остается... Теровский АУК. Да, Теровский АУК. Он самый, хотя... Вот так тебе туда ХС. Если он дверь, получи ХАЕ. Это нормальная практика. Лофмейстер также погибает. И вот он еще один девайс для замены фармгана на что-то более стоящее. И даже успевает в последнюю секунду свапнуть. То самое с тебе игрок Атаки. И что получается? Ни одного фрага фейзам не досталось. Мне просто подарили калаши и ту самую СГшечку игрокам команды NIP. Еще и экономика за счет того, что эти фраги были сделаны с фармганов. Мне кажется, слово экономика сейчас в адрес фейсклон вообще звучать не должно. Там даже близко этим словом и не пахнет. Действительно, экономика безрядно выходящая. Ну и опять же, 3-0 команда NIP действительно радует своей игрой прямо сейчас на карте. Оверпасс. Ну и вот первый минус Атолов был. Деннис разменялся по Керригану. 4 в 4. Но деглы могут делать свою грязную работу. Команда фейсклон. Мы это видели на карте Мираж. Но Гетро еще неплохо заходит в спину к Ника. Это уже 4 в 3. На том счете на шариках. При подходе к шарикам команда фейс имеет сразу двух бойцов. Один на мидле. Второй как раз таки может попасть в зуб. Но попадает Гардиан по голове Гетро. Это 3 в 3. И постепенно те самые девайсы начинают падать из рук команды NIP-RES. Аккуратно нужно прощекать шары. И уже идти в спину своему оппоненту. Который вот он. Вот он привет. Один хэдшот. Есть. Ну конечно можно было попробовать зарезать. Но вот в такой ситуации терять девайс конечно ни в коем случае нельзя. Остается Лофмейстер и Гардиан с двумя деклами. С бомбой на руках. 45 секунд на таймере. И можно еще погулять. Честно говоря там еще и даже калашников нашли. Да. Но опять же здесь Гардиан выходит именно в соло через длину. А и... Ну на Б будет ставиться бомба определенно. Конечно там никого нет. Ну и плюс ко всему Гардиан будет сейчас втягивать на себя внимание. Стянул одного. Но вот Олафмейстер пора. Пора ставить бомбу. И кстати его вообще даже никто не чекает. Абсолютно его не чекает. Решили играть с NIP от ретейка. Ну и вот время на самом деле сейчас драгоценное теряет. Олаф Кайбер. Нужно ставить бомбу. Непонятно почему NIP хотя бы одного не отправляет. Ну он просто может поверить своему счастью. Да как бы что почему пацаны я выхожу на б-плэнт, а здесь никого. Слово совсем. Ну и Олафмейстер. Если он сейчас еще и раунд потащит, ну это прям минус мораль для NIP. Ну это даже не то чтобы минус мораль, но будет крайне обидно. Должны будут быть проведены возможно даже в тактической паузе какие-то разговоры. Типа ребята так играть нельзя. Абсолютно нельзя, но нет. Первый же вышедший Деннис с 23% здоровья делает свой фраг и забирает 4 раунд для NIP. Но эта бомба сейчас подарила игрокам Фейстан возможность закупиться. По полной? По полной. Смотри, там денег-то, как я сказал. Прям по очень полной. Дмитрий Андреевич, деньги есть. Деньги не проблема. Да. Еще и остается, даже в случае поражения Фейзы еще раз закупятся. Это еще плюс 3400. Да, уже 3400 еще остается по 1000 с копейками у большинства игроков команды Фейстан, значит это будет 4,5 в среднем даже больше, чем 3,5. Значит еще одна снайперская винтовка вполне вероятно. Здесь вопрос в том, что хотят исполнить команда Фейстан, опять же Гардиан отправляют от Б, Керриган на коннекторе, но пытаются расплиться, возможно прокиды будут именно снова тоже на Б. Ну, опять же, есть вероятность того, что могут и фейкановать команда Фейстан, раскидки больше предостаточно для этого фейка. Ну, вот Деннис занимает эту позицию, на самом деле настолько дефолтно, но ее настолько часто не чекают, что вот просто ты на нее выходишь, думаешь, да ладно, но он там не может стоять, ну слишком же легко. А он там стоит и делает еще и пару фрагов. Надеюсь, что в этот раз его будут чекать. То есть, опять же, Олаф байтит, пока идет раскидка на туалет, а будет заниматься туалет Рейном и Гардианом, и вот сейчас интересно посмотреть, как Деннис раскроет или не раскроет. А там уже пошли простелы в сторону Денниса, он начинает прыгать, байтит на себя, Гардиан добайтился и получил за это хэдшот 4 в 4, 50 секунд еще по-прежнему есть у Фейст-клан. Но то, что потеряли снайпера, это, конечно, не есть гуд, откровенно говоря, хотя мы не видели снайперской ментовки от команды NAP еще на оверпассе. Ну, я думаю, что будет у нас дуэль, посмотреть на Гардиана против Лекра будет очень даже приятно. Ну что же, полетели флешки, выход на монстр, отличная пачка от Олафа, также еще и Молик на Форест кладется. Форест минус 2 чуть-чуть, до Керригана еще здесь не добрался, но и в итоге бомба будет, ставится на Б, Гетрич выходит с Хэвена, а там шарта, ой-ой-ой, горит, Керриган, Керриган подгорел. Хо-хо-хо, а там еще и Рез, как же Рез хорош, Рез еще и погибает, Керриган, Рейн один в один. Не откинешь ты, Молик, никак, а Рез-то выходит в итоге по таймингу, Рез погибает, ну ладно, Рейн, что ж ты делаешь, 10 хп и рал для Фейст-кланд. Рез сделал все максимально круто, за исключением последнего момента стрельбы. Да, хотя был у него, наверное, шанс небольшой выйти из шарта, увидеть, что бомба не стоит и убежать, понимая, что времени игроку атаки не хватит. Но это был невероятный раунд, начиная с того, когда вот на дальних решетках находился человек и просто начинал свапать девайс. Это, не знаю, какая-то болезнь некоторых игроков, то бежать на ноже, хотя у тебя нет информации по этой позиции, потому что ее не чекал. И вот сидя в такой позиции, ты вроде, да, ожидаешь влетающей флешке или какого-то Молотова, чтобы уже началась атака. А тут просто выходит человек, а ты сидишь на том, чтобы ты менял оружие одно на другое, и не успеваешь просто-напросто взяться за этот автомат Калашникова или за М-ку, чтобы начать вести огонь. Вот за это тоже поплатились NIP, и потом неудачный момент, да, чуть-чуть не хватило, но это уже был такой майн-гейм с определенным между двумя игроками вражеских команд. Кто-кого сможет здесь обмануть, у Рейна получилось, еще и в Истребе тоже получилось. Так, пролеты пролетами, что это у нас? Опять же, есть некоторые проблемы технического характера на сервере, я так полагаю. Может быть, да, скорее всего так и есть, что-то опять же там решают. Фейзы такие, да у нас не летит, потому что по-любому с сервером что-то не так. Да это сервак лагает, и мышка, мышка у меня шарикова до сих пор еще, но дайте нормальную мышь поиграть. Дайте мне эту мангоду мышь, пожалуйста. Дайте я поиграю и посижу за кого-нибудь. За кого бы, кстати, хотел бы играть? Давай так. За Астралийс, что-то удобно. Нет, я бы еще поиграл, например, за Турков из Space Soldiers. Вместо Энджина? Хотя нет, Энджин хорош там. Вместо Мейджора поиграл бы. Ну, Мейджор. Попытается что-то придумать, а здесь Турец, смотри, не отходит от своей затеи. Вместе со снайпером готов принимать выход, ну а мидл отрез есть минус неплохо. А разменивает Деннис так же хорошо, и Гетрич еще идет зажимать слонга там на плейграунде Гарден. Чекает Гарден, прекрасно знает эту стратегию команды NIP. И, собственно, закрывает Кристофер Алис фонда, это 3 в 3. Ну, Гарден, конечно, да, как ты уже сказал, подозревал и знал, как крает этот состав, что будет поджим еще из слонга, раздвое находится на мидле. И 3 в 3 получилось более чем интересно. Еще две снайперские винтовки на руках у NIP, Деннис плюс Лекра. И Форест с Эмочкой также начинает перемещение с плента Б на точку А, понимая, что фейзы, вероятнее всего, будут дожимать именно эту позицию. Они смещатся, хотя если увидят хотя бы двоих на пленте, то NIP вероятнее всего развернутся, ой, фейзы развернутся и пойдут. То есть если NIP развернутся, то, конечно, будет печально. Это да. Ну что же, слушай, а NIP-то угадывает с расположением итоговой точки, где будет находиться бомба от Гардена, еще есть минус. И Долст погибает, ну а Гарден уже трипл килл в этом раунде. Ну и здесь Словак, здесь у хп остается. Ну и Лекра получает по щам от Ника сейчас. Это 4-2, а вот это уже хорошо в исполнении фейз-клан. Деньги есть, деньги не проблема. Заков будет, и Заков будет хороший у фейзо. А вот сейчас нервотрепочка для NIP проигрывает этот раунд, и денег на следующее уже нема. Да и сейчас, как мы видим, по некоторым игрокам нет у кого-то раскидок, у кого-то нет нормального девайса, у кого-то вообще просто дигл с одним молотовым. Это, конечно, большая проблема. Но посмотрим, как раз отыграет СВП. У нас такие довольно универсальные бойцы в шведской пятерке. В прошлом раунде играли Лекра плюс Деннис, но это сейчас Райс. Хотя вполне возможно, конечно, перекинет девайс более, наверное, профильным игрокам, хотя не могу назвать, что супер снайперы есть в коллективе NIP сейчас конкретно. Ну, Лекра, на самом деле, неплох с Тавиком. Ну, неплох и хороший, это две разные вещи. Ну, это две разные вещи, да. Да, они, в принципе, все неплохие. Он иногда бывает неплохой, но так, чтобы мы такие, о, Лекра вот сейчас должен зажигать, хотя бы на уровне конкретного мейн-снайпера, которого мы знаем, такая же проблема есть и у коллектива Ликвид. У них нет, у них вроде есть нитро, но нитро постольку-поскольку. Вот и у NIP есть также. Space Soldiers, X Space Soldiers. Да, у них также есть капитан Мейджор, который, если нужно, ну, я попробую сократить СВП. Он вроде бы берет ее чаще, хотя там и Келликс берет снайперскую винтовку. Мне кажется, это уже почаще, чем Мейджор. А вот здесь Форест готовится работать по Олов Мейстеру, но здесь не зашел. Таппинг в исполнении шведского бомбардира, и Гетрич разменится по Олов Мейстеру. Гетрич минус 2, уже забирает города Найгарда. И 4 в 3, 4 в 2, ой, 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 как-то из виду упустил, что еще одного игрока потеряли команду в Фейс Кланд. А здесь уже и справа обходит и Деннис, и по туалетам Респ поработал. Здесь все вообще шикарно у команды NIP в этом раунде было. Шикарно сработано, абсолютно чисто. Деннис хоть никого не убил, но дал кучу информации, по которой мы отработали 100%, ожидая все позиции, которые были под контролем в Фейс Зофф. От Туалеты Лонг, в общем-то, получилось все. А теперь интересный бай для Фейс Кланд, 3 МакТена, 2 Тек 9, с которыми будет быстрый выход, 100% скринти чекайте. Это будет врыв на точку Б с этими формилками и довольно быстрыми девайсами. Тут Молотова, тут посадочка для Лекра. Должна быть, но флешечка нету. Причем есть она у Гардиан. О, прощайся. О, а вот это залетело неплохо, действительно неплохо. Но, смотри, Форест не стал дальше куда-то двигаться ближе к планету, потому что понимает, что с такими формилками, как у Фейс Кланд, действительно, они даже в какой-то мере имеют преимущество. Вылетает Гардиан под флешку, есть минусы от Лекра. Но вот о чем мы и говорим, что Лекр, в принципе, он нормально. Пошмаляется это как раз-таки Авика. Ну и ставится бомба. То, к чему, в принципе, и стремилась команда Фейс Кланд в этом раунде. Минимальная цель была установить бомбу. Ну и в итоге, слушайте, ситуация становится 2 в 2. Подловил Гардиан слепого Денниса. Я не знаю, как Лекра сделал свой фраг. Он, по-моему, тоже был в полном блайнде. Ух, тут какой парный выпад сумасшедший. Просто ждали одного, тут пришли двое и просто развалили. Фейсы, кабинеты игрокам команды NIP. Ну, такой сумбурный раунд. Начало нам подсказывало, что это будет быстрый раунд, а потом Молотов неаккуратно сыграл, по-моему, Гитрайт, когда он на перезарядке простоял посреди вот этого выхода на плент и даже не пытался сместиться, а прошивал смоки. Но, как мы видим, за это были наказаны игроками Фейс наши шведские друзья. Да, ну что же, а здесь буст в исполнении NIP. И на Бэпленд попытается отстрелить. Коннектор было бы неплохо. Ну, а здесь под Деннис готовится выход. Денис, кстати, из Дегла тоже такой неплохой мастер. И в тайминг попадет. Попадает в тайминг Гладу. Только-только отвернулся Керриган. И выходит Деннис на этот момент. И, собственно, первый минус уже у команды. Ну, вот, пожалуйста, этот буст. И этот буст действительно может во многом сыграть на руку команде NIP. Да, там еще и Зевс может сыграть на руку команде NIP. Да, уреза. Где-то вплотную выскочить с криками «Уря!» и взорвать того самого с интересующими звуками. Я все время жду, когда Зевс будет реализован игроками какой-либо команды. Но мне пока что не идут в эту ловушку. Игроки Face ждут игрока на монстре. Рейн с фармилочкой. Вот интересно, посмотрят тот самый буст вообще? Под неудобным углом находится именно для выхода шарта этот буст. То есть они смотрят на дефолтный буст, но на этот вряд ли. То есть лекарь, если первыми двумя патронами не попадает, то это ГГИ для него, и, соответственно, это да. Ну, вот попадает. Попадает все-таки, есть минус. И известно, что этот трипл буст теперь на халпе. И сюда, соответственно, полетят и гранаты, и префайр, и все, что угодно. Бомба ставится. Задача минимума, опять же, от Face выполнена. Но выиграть надо раунд 100%. Не по мне, чем выбивать. Но нужно лезть девайсы, потому что один погибал на воде, туда пока боятся идти. Один игрок у нас отъезжал на фонтане, но вполне возможно тот девайс перекинули. Деннис находит для себя минус. Нико с Гардианом дают еще два ответных, но остается последний, Гардиан с ВВ. Есть Юмпик и Зев. В форусе немного до фонтани. Один хп остается у Ковача, и дефьюз китов, по-моему, нет. Ну, а времени хватит ли? Времени должно хватить. По-моему, там, да, хватает. В последний, в последний вот уже до... Или не хватает? Не-не, хватает, хватает нормально. Хватает, да. Экономический раунд был выигран, не память, за счет правильно выбранных позиций и действий. Насколько это? Потом выход от Денниса на лонг изначально. Он же вышел на лонг, отстилил одну голову и сместился потом. Я говорю, сейчас уже на бэклун. Да, еще и с Хэвэна, да, хорошо. Да, еще и с Хэвэна потом отлично сработали. Слушай, ну, я, честно говоря, вообще никак не верил в этот ретейк, потому что там три Юспа и один Дигл. Девайсов нет, китов нет, раскидки нет. Там одна флешка, по-моему, была. И вот эта одна флешка все и решила. Они, по-моему, нашли эту флешку. Ну да. Ой-ой-ой, реестр. Ускакал, успакал зайчик один. А был близок, но и от Никола Ковыча. Теперь попытка найти минус на быстром контакте. Но сейчас, опять же, Фейзи попытаются ответить тем же, чем удивили их команда ИНП в предыдущем раунде. Ну, быстрый выход в Аплэнт здесь так или иначе не получится, потому что, опять же, есть и Молотова, есть граната у команды ИНП. Они быстро сейчас это все дело спалят. Ну и вопрос в том, где искать контакты к команде Фейз-клан. А смотри, куда бомба смещается. Она смещается под точку Б. И, по всей видимости, Фейзы решили вообще устроить полный фейк под точкой А, чтобы переманить к себе игроков защиты. Ну, опять же, знаешь, тут задача идет не только... Точнее, не то, чтобы выиграть раунд, а просто, чтобы поставить бомбу. Да, чтобы поставить бомбу. То есть они, не знаю, эти парни могут себе ставить задачу максимум. Они могут его и выиграть, на самом деле. Даже с одним армором у Ника. Они реально могут. Могут, да. Мы уже видели такой раунд на Мираже, где Ника просто ставит два хэдшота, и потом уже помощь от тиммейтов, и погнали. Все-таки это выход по точку Б через коннектор и на болото. Дальше можно попробовать. Попытка была пикнуть от кого-то Мангардена, по-моему, лонг. Но все же 20 секунд, и фейс-клан Атом Молдов хороший. Но если бы чуть-чуть еще там тайминга пораньше можно было бы, или окраски ли вот одного не получается, Ника дает два фрага с Дигла. И вот она, та самая опасность, которая может стать ключевой для игроков команды NIP. Ника выцеливал, но попал мне в голову. Да, но ты знаешь, это немножко обидно, когда ты с Дигла, в принципе, понимаешь, что твоя крестамина нацелена на голову оппонента. Но, к сожалению... Но Дигл это не волнует. Дигл, ты говоришь, что вообще, куда ты там целишься, мне неинтересно. Нужно нацелиться, то есть немножко, чтобы левее и вверх. Да-да-да-да-да. Это трудно на самом деле. А когда ты на бегу стреляешь, бывает, такой залетает, что ты вообще не понимаешь, как это работает. Ты бежишь спиной, впадаешь. Да, при том, по тиммейту, который сзади. Это седьмой раунд для команды NIP, 7-3, и, слушай, 10 раундов позади, но вот здесь скоростя уже, конечно, помедленнее, чем на карте Мираж. В принципе, сама по себе карта такая, то есть она действительно обширная, длинная, но... А тут еще и два уровня. Да, то есть она то, что двухуровневая, тоже, опять же, определенное значение, и коррективы вносят в карту. Фейзи. Фейзи берут бай. Точнее, закупаются, не берут бай. И, может быть, это отсылочка как раз к экспойлеру, что Фейзи заберут этот раунд. Но Ряз пушит фонтантеровский. Есть первый минус. Знает, что, опять же, у Словака есть авик. Еще и молик туда вдогоночку. Ну, слушай, а Ряза коврит. Ряза коврит, опять же, Шариков. Но нет, все-таки Гардиан нашел свой минус. А там еще Денис по Керригову работает неплохо. Четыре в три. Попытки, опять же, есть от Фейзов выйти. Но пока их не выпускают даже с детской площадки. И оставляют только одного игрока на точке Б. Те, кто находятся в позиции Апленда, находятся очень далеко в позициях Форест на коннекторе. У него нет прикрытия. То есть, если кто-то вдруг каким-то образом выйдет к нему. Тем более, что Гитрайт уже не сможет помочь тиммейту так близко, если пойдут игроки атаки в коннектор. То есть, может полететь в ухо. И об этом очень долго будет жалеть Форест. Потому что не присмотрел ту или иную позицию. Но пока что двойлонка от Фейз Клан. По раскидке имеется у нас пара смоков. Молота флешка. ДХЕшечка. С этим можно жить, работать. Но нужно отогревать меньшинство, при том, что они знают, что должно произойти, чтобы вот так поставились на IP. Притом четырежды. И не смогли отведить хотя бы даже одним минусом. И напрячь Фейзов еще сильнее. Молотов смог. Нужно Фейзам еще ждать. Я так понимаю, что еще может выйти какой-то смок. И нужно будет пробираться Фейзам. Либо уже в сторону сейва. В мейстер попадает. Красавчик какой. Ну и в итоге флешка по Деннису. Ай-яй-яй! Деннис под осадный промах. И Гардиан будет у контроля. И Гардиан тоже мажет. И бомбы не дают поставить. Игрокам команды Фейз, Клоун, Форест. Отличный спрей. И там у Олафа остается 18% на Хелсбаре. И Лекар еще есть гранаты. Выносит свои коррективы в этот раунд. И еще один раунд в исполнении Нинджас Ин Пиджамас. Слушай. С таким успехом на 2-0-то можно порассчитывать команде NIP. Они сегодня реально смотрятся очень-очень-очень колоритно. Да, при том, что опять же коэффициенты там были далеко не в сторону NIP на карте Демираж, что на карте Овербас. И вполне у кого-то сегодня появится длина в квартиры. А это быстрый. Да, это быстрый. А что? Получалось у Фейзов что-то подобное? Конечно, не такие были. Ну, рваном темпом они тут раунд играли, не знаешь. Типа сначала пикнули, потом остановились, потом опять пикнули. Тогда да, реально получилось. Но получится ли в этот раз, смотри, там 4 под монстром. Возможно, и 5-й сейчас дружа не туда придет. А есть там что-то Фейзов кинуть? Да, Молтов и Флешка. Белый флаг. Флешка полетела. Полетел также голова с плечи Олаф Мейстер. Начинает допить Рес. Отваливается трену сразу двой неплохо. Но и Гитрайт, приходящий... А, это Рес, прошу прощения. Там просто была помощь от Гитрайта. Квадрокилл для Резиньо. И этот парень настреливает очень неплохо. Мы видим, что вообще вся команда NAP идет вровень по фрагам. 1-1-1-1-1-2-1-2-1-9. Но, в принципе, у Фейзов только Керриган не убивает. Хотя, знаете ли, так зачастую Керриган бывает кэри своей команды. Кстати, как думаешь, кто старше? Гитрайт или же Форест? Форест. Знаешь, на сколько? На 2 года, по-моему. Просто... Я знаю об этой игре практически все. F2P, респект, 2-минт год. А мы пока что, дорогие друзья, продолжаем смотреть уже за 14-м раундом. Лекров, упорь принимает шорт. И здесь, ну, на размене Рейн Солофом сыграет. Так или иначе, Лекарь, скорее всего, погибнет. Даже если сделает первый минус. А здесь еще и флешечка, вероятно, все зайдет. Ой-ой, здесь... Да, 1-2 игрока, первый минус. Да, но и мой размен есть также с монстра. Выходит у нас Никола Ковач с своей командой. А Рес, еще и... Ой, Молик-то хороший. Он же прилетает, на самом деле. И под Смок он не попадает. Но и бомба, все-таки, поставлена. Нико горит, Нико сгорает. Еще была попытка забрать Олаф Мейстера. Олаф прокидывает Смок 3-3. Нужно ждать, когда придет Гитрайт. Врывается еще под флешку. Неплохо. А тут еще и Керриган ферит на решетке. И на этой же решетке его поджарили. Олаф Мейстер ждет. Есть тиммейт. И вроде как есть какой-то просвет Смоке. Деннис накажет Гарден. Тут же врыв от Рейза. Течет раунд до коллектива НАП. Красиво играют ниндзи пижамные. Слушай, но Фейзы, на самом деле, изначально очень хорошо вышли на плент. Да, отлично вышли. Раз что вы держать бомбу не смогли. И опять же, да, началось с того, что сгорел Нико. И опять же, это тот молли, который мы с тобой изначально обозначили, что он летит, и он летит не в Смок. Он летит реально на плент. Там дали поставить, и, видимо, когда как раз-таки ставил, в то время Нико и горел. Он знал, на что шел. Он понимал, что, в принципе, позиционку отдавать уже нельзя. Если он не поставит бомбу, то соперник мог потом уже при рейтеке и не дать поставить бомбу. И занять более удобные позиции команды Фейсклана тогда не было бы возможности. То есть, в принципе, Никола сделал, ну, все верно. Все верно. Опять же, вопрос в том, что не смогли уже удержать бомбу команды Фейсклана. И отталит десятый раунд в команде Н.А.П. Два раунда конца первой половины. От Гардена есть нет, три фрага на длине. Минус Гетрич. И дальше будет больше, наверное. Арес идет в поджим. Рейн его видит. Рейн перестреливает молодого шведа. Деннис на туалетах со снайперской винтовкой. Не пропускает Кэрган. Теперь нужно бежать, либо на шарик отстреливать Рейна. Но Хауэр такого не прощает. Еще на лонге падает Форрест. Одни хэдшоты. Что за чилирите, профигроки? Флешечка. Нет, это смоки. Вот теперь уже молотов. А флешка где? А где флешка? А где флешка? Пюрешка. Флешка-пюрешка это отличный слоган для новой версии Контерстрайка. Пюрешки и кофе. Дополнение, да, это нормальное. Но если, дорогой друг, хочешь новых эмоций от любимых комитетных игр и стримов, добавь астроты с БК-лигоставок и стань участником настоящих сражений. Так, ну что, а у нас, дорогие друзья, последний раз первая половина на карте оверпасс и NIP или же фейс клан. Статистики прекрасно показывают, кто здесь батя. Просто 2.2 просто КТ-шка. Ему нормально, по ноге неприятно. А еще хаешку бы верхом и ника мог бы и отъехать. Ну и в итоге смотри, лайв-коэффициенты какие. Нет, в смысле не лайв. Почему? А почему коэффициент на NIP 3? Ну это, видимо, старенький коэффициент. Ну я думаю, нет. Я думаю, нет. 3 прямо сейчас на команду. Не может такого быть. Ну типа да, когда... А до начала матча было лучше для NIP 2.7, что вроде этого. А может быть, такой и был. То есть сейчас настолько букмекеры верят в команду фейс клан, что они на смене сторон. Ну они же 4 раунда за атаку, все, это же... Ну типа это не... Это не нюк, на котором достаточно 4 раунда, чтобы потом на обороне мог спокойно чилить. Типа это нет, вообще не работает. Ну я тогда не знаю. Ну ладно уже. Посмотрим, на самом деле. Ну ладно, не будем застрять на этом внимание. Пока что 3 в 5. У команды фейс клан все хорошо в этом раунде. За исключением того, что по хазбару немножко просел Никола Ковыч. А выход бомбы будет на B. А погибает товарищ Рез. И все, бомба должна моментально уходить под А сейчас. Ну вот, например, новый сервис от Челтв, от HLTV.org показывает, что сейчас равные шансы для команд на победу на оверпассе и 8,5% на овертайме. Дает нам HLTV.org. У них такая новая замечательная функция. Не знаю, как она работает, правда, но оно все как и бывает. 1-4, остается Форест. Сейвить нет смысла, потому что последний раунд. Ну и по всей видимости мы видим счет 10-5. В пользу команды NIP видно Гардиана. Теперь уже лежащего Гардиана. Ну и Форест может, конечно, оформить еще пару красивых моментов, фрагов. Но я что-то очень сильно сомневаюсь, что он сможет в раунду тащить. Хотя Ника там приседает и в прыжке. Рейн, ну как же неудачно, если бы Ника промазал, можно было и его отдать. Но этого не случилось, поэтому и обсуждать особо нет смысла. У нас красивые фраги от Лофмейстера. Ну что же, на душе. За окном Рейн. На душе Пейн. За компом Олд. 10-5. Это норм. В принципе, это норм для команды FacePlan. 5 раундов в атаке. Но опять же, с учетом того, что довольно часто играют по карту команды FacePlan, они могли бы сыграть и получше, как по мне. Опять же, видим, что сегодня очень много индивидуальных моментов не залетает. То есть где-то, да, какие-то мискоммуникейшены, какие-то проблемы именно технического характера тоже предстоит. Не знаю, может там вообще, да, они там играют в 60 фпс. И, да, что-то 5 раундов в атаке, FacePlan, да, камон. А парни там играют в 60 фпс. Ну, ладно, не будем. А если бы и такобы, будем, наверное, все-таки больше по делу. Ну и сейчас на второй половине очень хочется понаблюдать от команды NIP. Вот будут ли они играть своим быстрым темпом, как они играли на Мираже. Потому что, как мне кажется, все-таки быстрым темпом чуть больше у них шансов победить команду FacePlan, нежели медленно, потому что в обороне коммуникация на этой карте у фейзов действительно на очень хорошем уровне. Не скажу, что как у Астралис, но действительно на очень годном уровне. Поэтому фейзам, точнее, NIP придется здесь так или иначе соперника выводить из зоны комфорта, из равновесия и пытаться их гурманным темпом удивлять. Посмотрим, что это будет, начиная с пистолетки. Будет ли это быстрая пистолетка именно с быстрым выходом куда-либо от команды NIP. Но здесь и сами, в принципе, фейзов не прочь поаркадить коннектору и дать раннюю информацию. Но это выход довольно дефолтный, медленный под туалет и лонг, а здесь уже идут в упор. А Лекра здесь, но, как мне кажется, Ника сейчас его найдет. Найдет? Ты думаешь, найдет? И, по-моему, да, действительно, у нас перестрелка, но Лекра справляется с одним. Тут еще и Клпа Денниса, который уже пришел в спину своим оппонентам. И действительно, NIP имеют неплохие шансы еще больше. Сделал такой разрыв по раундам, оформить себе пистолет... Пистолет... А, подожди, они в первой половине тоже забирали, если не ошибаюсь. Да. Они что-то в себе плюсом начали. И действительно у нас пока что пистолетовый раунд уходит за аутсайдерами. Что у команды Hellraisers, что у коллектива NIP. Это интересно. Ну что, поехали. Блайндовый Керриган ничего не смог противопоставить Деннису. Это 2 в 5 уже. И Гардин вместе с Олоф Мейстером попробует здесь 2 в 5. Ну, как-то потащить, но первая попытка есть от Гардина. Хороший ход по Деннису. Ну и... Ой-ой-ой, Гардин! Вот это флика. Вот это опасно. 2 в 3. Олоф Мейстер, если подключится, будет вообще шикарно для команды Фейсклан. Ну, вот здесь Реза лучше не пикаться, не пикаться с Олофом. Лекаро забирает Гардина и Форрест закрывает также Олоф Мейстер. Все-таки 11 в 5 для команды Ninjas in Pyjamas. И вот это хороший знак для них. Вопрос следующий. Будет ли Форрест в исполнении команды Фейсклан? Как по мне, они могут себе позволить, если честно. Ну, вообще могут, но с другой стороны... Но с другой счет сейчас такой опасный. Да, если 13 в 5, то это уже не совсем приятный момент для камбэка, учитывая, что можно проиграть девайс на раунд и уже, может быть, даже где-то приблизиться к довольно такому уже щепетильному счету. 14 в 5, 15 в 5. И NIP такое могут и не отпустить. Учитывая, что мы видели форму NIP и то, что по стрельбе готовы. И могут чем-то удивить. Так что я тебе скажу, что не факт. Очень не факт. Да и от фейсов я помню форс-раунды, когда они с очень большим счетом летели. Так что тут вряд ли. Хотя, опять же, это регулярка. И могло бы все что угодно. Могли и потренировать себе то самое. Но они не могут позволить себе отдавать поинты. Они сами не в самой лучшей ситуации. Липущие выходит в фейсы на лонг. И Рейн с Резом начинает фармить людей. Этот форст подключается к этому веселью. Смогли найти только одного Денниса. Пощипали 37% здоровья. Остается на руках или в наличии у Реза. Но он делает триплки в этом раунде, оформляя 5 юспов вместе с Форестом. Ну что, вот сейчас оружейный, который команду Фейс Клан действительно либо уже в дальнейшем может как-то и спасает. Если опять же берут этот оружейный, если не берут, то это 13. И, соответственно, здесь прям финишная прямая для шведского коллектива. И проблема-то в том, что команде Фейс Клан минимум не то чтобы... Да, им надо выигрывать раунд, но и максимум нужно выжимать из этой ситуации, чтобы не терять девайсы. А сделать это будет очень и очень проблематично. Олаф Мейстер. В УПРе занимает Монстр. По идее, должны его будут чекать. Натамо Керрикин в случае чего на размене у него играет также с воды. Ну и Деннис ждет флешку от тиммейтов. Выход есть. Здесь Олаф Мейстер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да ладно. Они все-таки расконтролили трех оппонентов на Монстре. И в итоге это 4 в 1. Один девайс потерян только лишь Олаф Мейстер. Но это не страшно. И Форест 1 в 4. 1 в 3. 1 в 3 уже хороший расклад, казалось бы, могло быть. Но нет. Прибегает Керриган. Бомба лежала. Эта информация была у коллектива Фейс Клан. Позволить себе NIP-бай. В принципе, могут. Какой-то скаут. Гитрайт. Может быть, даже на нове какой-нибудь сыграет. Любит Крис Петролисунт брать что-то очень нестандартное. Они идут на лист от экономики. Ну, вообще, да. Поэтому Диггл. Почему бы и нет. Три Калаша. Есть раскидка у Фореста и у Реза. В принципе, три стрелялки. Более чем. Слушай, вот этот раунд, опять же, теперь для Фейс берут его. И там дальше все очень хорошо у них будет. То есть раунд за два сейчас у команды Фейс Клан. Ну, вообще, да. Если не забирают раунд у NIP, даже если будут поставить бомбу, то ничего страшного. Все равно не хватит NIP-бам денег на бай. Но это интересно может быть. В принципе, очень даже интересно. Гардиан попадает пару раз по лапкам. С Диггла Гитрайт два раза не промахнулся. Ну, и теперь большие проблемы по ХП. У снайпера Деннис мажет по лонгу. Там находился Рейн. Но, опять же, мы не видим от одной из команд каких-то фишечных раундов в плане там подсадочек, каких-то выходов под флешечку быстреньких, таких прям четких, филигранных. NIP показывали, когда у них были те самые Юспы и Диглы два штуки. Они показывали тот буст, который им тогда застречил раунд. Сейчас как-то особо не парятся Фейзы, отыгрывая, как в некоторые былые времена, когда не было Олафмейстера в составе. Но есть зато Рейн, размин от Фореста, Гитрайт, Рес тут же дают по ответному фрагу. И остается Олафмейстер и Ник, которые с Б-планта вынуждены ретироваться. Один побежит через коннектор, второй через Хелпу. И, разумеется, попытается Олафмейстер. Видно было его. Гитрайт находит свою жертву. И лишь Никакович Айджел, он же капитан команды Фейсклан, теперь должен решать судьбу этого раунда в одного. И у самих Фейзов денег нет. В этом большая проблема. Либо сейвить, либо уже топить до конца. До конца не получается. Гитрайт оформляет трипл, при том, что изначально он был с одним лишь деглом. Ну и что же. Ситуация для NIP крайне прекрасная. Для команды Фейсклан крайне неприятная. И это тринадцатый уже для NIP. Учитывая то, что сейчас, скорее всего, фулл-эко будет у команды Фейсклан. Это четырнадцатый. Если, опять же, все плавно пройдет для команды из Швеции. Там два раунда до победы. То бишь, команде Фейсклан допускать ошибки, по сути, уже противопоказано. Ну вот, не знаю, справиться ли с этим. Ну, 2-0 до начала этой карты выглядело как нечто заоблачное для NIP по всем раскладам жанров, то есть по всем канонам статистики. То есть да, статистика, она эфемерна. Статистика имеет свойство вообще. То есть быть ни к селу, ни к городу, хоть она и сухая, хоть она и правдивая во многих случаях. Но сейчас мы видим, что NIP реально готова к своему сопернику. И реально сильнее выглядит команда Фейсклан. И увереннее, что самое интересное. Что с командой Фейс пока не совсем понятно. То есть, возможно, это какой-то послевкусие эпицентра. Победа на эпицентре. Где-то, может, играют расслабленно. Хотя, если бы играли расслабленно, Ник вчера бы не выписывал в твиттер, что, ох, уж этот онлайн-контра-страйк. Это точно. Но, по всей видимости, все же NIP подготовили очень много интересных браундов и тренировали множество карт. Поэтому увидим такую достойную игру от них по всем параметрам и фронтам. Я думаю, что эта тенденция должна продлиться. И в рамках онлайна, и в рамках LAN. Опять же, укрепление позиции. Рез забирает двоих. Тут же размен от Гардена двойной. Но приходит Форест и разруливает все вопросы. И позицию нет не все. Гарден по-прежнему в строю. У него есть Калашникова, у него есть уже три фрага. Ковач может поработать. Смок на девятку. Хоть информация по Ковачу должна быть. Но решили, что он вполне возможно пойдет через аплент. Этот самый смок помешает ему поставить хэдшот по пленчам и бомбу. Хотя там по времени, по таймингу, не знаю, что полетело, честно говоря. Я уже так пытался вытащить хоть что-то. Это слишком легко для Алисунда. Слишком легко. Да, ну что же, а это вот 14-6 уже. Разница, конечно, колоссальная. 8 раундов. Вот ты ожидал, что это будет именно так? Нет, то есть я как раз-таки эту карту бы отнес к той опере, что я думал, что это будет so close. Так и вот про то же, и по статистике у Фейзов, по оверпасс лучше не поиграли. Фактически под оверпасса в месяц. То есть в том плане, что HR выиграли все время у Na'Vi. Да, да, да. Оверпасс, сегодня Na'Vi выиграли. Существы не работают сегодня. Да. Вот сегодня она действительно статистика эфемерна. Поэтому, дорогие друзья, не всегда стоит опираться на какие-то факты, особенно когда вы любите пренебречь свои денежки. И потом вы говорите, что, ах, там моя любимая команда сегодня не по делу проиграла. И вроде как комментатор говорил, что должны тащить у них там вроде как оверпасс, там самый лучший. Уволить. Уволен. Верни, деньги, комментатор. Где мои 300 рублей? Я поставил на Na'Vi 300. Да. Почему выигрывают HR? Слышишь ты, комментатор? Ты же сказал. Почему ты сказал, не сбылось? Ну ладно, поехали, дорогие друзья. Это, конечно же, мы утрируем. Надеюсь, что такого нету в чате. Сейчас, с вами привет. От Кэрригана есть первый минус по Форесту. Ну, также реппал у нас. И это 3 в 5. Ну, размен нужен команде NIP. Ну, размен только от Лекара спустят 3 смерти от его тиммейта. Выхт под Гардиана. Ой, Гардиан-то спиной сейчас к Лекару находился. И все-таки это даблкил от Словака. 14 в 7. Экономика, кстати, в принципе. Какая-никакая есть. Не позволяет. Нет, я про фейс клан. А, про фейс, да. А вот у NIP только у одного есть 5600. Ну, можно раскинуть пистолетики. И попробовать сыграть на бомбу. Да. А потом уже закупиться. Какой-то быстрый врыв. Закупить пару смоков. Может быть, даже 3 смока взять. О, Лекара. О, Лекара. Я вас понял, NIP. Я вас понял. Ну, и посмотрели, что-то они решили рискнуть. Это попытка сделать фаталити? Я так полагаю. Там будет бруталити какой-нибудь. Сейчас брутальные шведы ворвутся на пленты. Раздут стеглов. Лекара просто шевернет снайперскую минтовку у оппонента. Проткнет его насквозь, как копьем. Нет. В итоге минус Амику команда NIP. Слушай, ну и пока что... Опа, хорош. Ну, могло быть, конечно, получше, но Ника просто немного отошел. Хорошо. Все получается NIP в этом раунде. Да. От слова ничего. Ну и, соответственно, 5 в 4. Ну и слушай, вот эта позиция, кстати, и простят меня все зрители Твича. Давно ли ее стали занимать именно, которые вот это вот... Ну, постепенно я тоже начал замечать, что сейчас все чаще и чаще, притом все команды подряд. То есть ты просто левее чуть-чуть ее занимали? То есть, наоборот, правее, если относительно лицевой стороны. Ой, хорошо, Рен подловил. Фредерик Штернер. Неплохо. Да, но игроки тренируют подобные позиции, подобные пропрыжки, чтобы по вектору там хотя бы отследить, как оно есть. Если именно смотрят в ту точку, откуда идет пропрыг, где должна показаться голова. Поэтому вроде бы мне объясняли, что это не так, чтобы прям сложно. Нужно просто вовремя отреагировать, нажать на левую кнопку мыши. И ты станешь чемпионом мажора. В принципе, если ты умеешь вовремя нажимать на кнопки, и ты неплохо коммунициируешь... Вот это уже не дефолт, да? Вот это уже хорошо. Это скелэйшн. Скелэйшн, вакейшн, калифорникейшн. Ну и Форест, давай. Мужик, борода тебе в помощь. Ну нужно тащить... И кемка на голову. Да, все что угодно. И, слушай, выходит все-таки на монстр. И есть понимание того, что бомба-то как раз таки... Да, и слышит Форест, и все-таки Гардиан заканчивает этот раунд в пользу своей команды. Ну как же? Как же, Фредерик Штернер, хорошее. Отпустили фыжи зигзаг. За это и поплатились. 20-летний какой-то маньяк на фейзов. Личный. Зуб наточил на команду оппонента. Зуб. Да, и причем Рес идет лучше всех в своей команде. 22-11. 2 КД. Но там еще и Гардиан отстает. В последнее время мы так часто видим Словака в роли Керри своей команды, но сегодня действительно он хоровал. Но зато мы часто видим, что он включается по снайперу. То есть винтовкой. То, что он должен делать. Ну и здесь быстрый выход с пистолетов на туалет от команды. НИП. Первый минус по Гардиану Атрейн. Размен даблкил. Еще подгорает. Также и Форрес над минус 3 в исполнении Гварданей Гарда. Также размен еще и от Реза. Это 2 в 3. Выход на Аплент. Здесь вряд ли удастся команде НИП. Хотя бы потому, что там уже два соперника. Что там? Тут Деннис. Доходит минус по Олфмейстеру. И уже 2 в 2. А вот это уже интересный сценарий этого раунда. Да, учитывая то, что есть два девайса и НИП. Да, они без арморов. Но вот Деннис, если дождется Никой, как-то тиммейт навяжет борьбу. Типа, давай-ка ты уже, Ника, выходи. Полетят первые флешки. Какой-то смог, возможно, на хелпу или на банк. Вот тогда дернется, дрогнет Никой и скажет. А я пойду. А там Деннис. И все стоят. Все просто стоят и ждут, кто первый ошибется. Ну и посмотрим. Да, действительно, здесь уже такой майндсет на этот раунд, что команда НИП изначально, я думаю, не рассчитывала на что-то большее, чем просто выбить пару девайсов. А здесь уже действительно раунд на ладони, как и город под подошвой. Но пока что понимают, что это все мнимо. Фейс-клан готов к этому раунду, чтобы его забрать. Ну и, кстати, Фейсы, если проигрывают этот, денег-то на следующий нет. Это точно, нужно идти до конца, выбивать то самое. Полетели флешки, нет, смог, вот уже и флешка. Ника в спине, Ника до последнего сидел. Деннис тоже не показывается. И вот он, возможно, фраг. Нет, 15 секунд остается времени у шведского игрока. И он пропрыгивает, но, к сожалению, подвернул ножку в последний момент и отпустился уже лицом в команду. В промах от Денниса по банку здесь стоил раунду, по сути. То есть там уже один в один. Кто знает, возможно, снайперская винтовка в исполнении Денниса. Это можно было и бомбу воткнуть хотя бы на машину. Да, да. И уже от бомбы отыграть. У тебя плюс 700 долларов, и ты вроде большой молодец. Ну ладно, в принципе, этот раунд в фуллбай пройдет команда НИП. А вот если его уже не берет, то будут проблемы. Кстати, да, если этот раунд тоже проигрывает команда Фейс-клан, там все довольно умпомрачительно будет решение. И сразу же два для каждой из команд. Да, здесь уже действительно та стадия игры, когда проигрывает не выгодно ни одним, ни вторым. В принципе, проигрывает не выгодно. Но сейчас это X2 все. Ну и посмотрим. Гардиан занимает довольно дефолтную позицию. Ну, Форест, я думаю, должен об этом знать. По крайней мере, выходить пикать под флешку, в точку. Ну, а здесь также и Гетерща развлекается. Нико. Занял его пор монстр. Возможно, после того, как и разревелил его с собой смок на монстре, возможно, он бы пикал. Но этого уже мы не узнаем. Кладутся смоки на туалет, который зонит постепенно Рейна. И Рейна оставит за спиной. Но это может стать в теории-то и проблемой потом. А мне кажется, ворвутся ИНП на эту позицию. Подходят, а флешку уже, когда смогут развеиваться. Нет, не врываются. Интересно. Тогда подождут, когда Рейн сам будет действовать. Представьте, я вроде есть. Рейн ждал флешку под туалетом как раз-таки. Но нет. Лекро ждет. Рейн что-то чувствует, что не в порядке абсолютно. Какие-то не те дела происходят в туалетах. Абсолютно. Возможно, смертоубийство. По коням. Ну вот он, Рейн. Пропускает Лекро в туалеты. И теряет сумасшедший тайминг. Но выходит Гетрайт. И вот тут уже Рейн был хорош. Причем Гетрич выходит на ножи. Что самое интересное. От Форест есть размен. 4 в 4, 30 секунд до конца раунда. Но и сейчас ИНП принимает свое волевое окончательное решение. Выходы на Аплэн. Да, бомба летит. Летит. В буквальном смысле слова. Должна. Стенка. Стенка-то из смоков. Где? Почему просто без пика флешки, без смока просто идут? Что это такое? Команда? ИНП. Ох ты ж, бож ты мой. Попадали. Как штабеля. Очень просто. То есть выходить на банк. А там должны были быть смоки или флешки. Хотя бы какие-то. Я не помню, было ли там что-то. Я не обратил внимания, к сожалению. На вылетающих ИНП. Но выходить вот так на банк. Где с процентом соотношения может быть 90 на 10. Стоит снайпер. И будет тебе просто щелкать. Но это слишком опрометчиво. И вот на паузу, которую вероятнее всего взяли ИНП. Чтобы подумать, что идет не так. Ну и деглы. Мы уже с вами видели два дегла на следующий раунд. Возможно, еще будет прибавка по этим девайсам у тиммейтов команды ИНП. Но пока лишь понятно, что 14-10. 24 раунда позади, дорогие друзья. И здесь опять же лютые предикшионеры думают, когда же там зайдет. Когда же там зайдет или не зайдет. Слушай, 2-0 на ИНП. Против Фейс. Сейчас. Ну как-то... Вообще, честно говоря, в здравом... В здравой мысли даже бы, наверное, раскидывать мозгами бы не стал. Сказал бы, что нет, такое невозможно. Никто не ожидал, что... Где-то, наверное, один процент... Так ты у чата спроси. Чат тоже дал плюс в чат. Изи для ИНП, там, 2007-й год, и погнали, и все вот это. Но нет. Никто получает по голове. Электро может еще и навешать... Да, кстати, у нас Лофтмейстер находился с АВП. Да. На этом пространстве Керриган, вроде, хайшку откидывает, но она так не особо болезненно проходит. Гитая 3 только 1% здоровья, еще и буст. Вроде как хотят организовать игроки атаки. А Керриган ждет. Керриган... А нет, там еще и Рейн с девятки прикрывал. В случае чего тиммейта. Но это 4 в 4. Но все равно терять девайсы по изам ни в коем случае нельзя. Потому что их могут подобрать еще НИП. А тем временем развод-поворот и все это выход по точку А. Гардиан. Как что в банке? Рейн получает по голове. А нечего, вот сейчас уже нечего откинуть в банк, только через бокс отыграть. А очень больно. Гардиан нужно бежать. И ни в коем случае нельзя сейчас НИП действовать агрессивно. Против этой позиции можно отъехать. Гардиан не тот самый легкий парень со двора, которому можно выгнать. Ой, а бомба, ты смотри, как далеко, бомба, как далеко идет. А там на бой уже вышел игрок атаки. Это дабл фейк с выходом бомбы на А. А в итоге Лекар тогда погибает на Б, и теперь это, как тщательно, точка А. Команда НИП. Бомба ставится. Здесь, конечно, уже красавчик Лекар. Он стянул, на самом деле, двух игроков. Дал тайминг, чтобы сместилась бомба. Это очень хорошо было сделано. Это микроигра, макроигра. Ну и Гитрайт, собственно, закрывает Керригана. Размен есть, и Деннис тоже погибает. Это 14-11, и на IP поставили бомбу с двумя теглами. Но, слушай, неплохо. Неплохо, но постепенно преимущество, которое было в НИП, оно тает на глаза. Да, но в любом другом случае, НИП, за счет того, что поставили бомбу и выбили из фейзов три девайса, сейчас им позволяет, во-первых, самим закупиться, оставить себе еще какую-либо экономику. То есть по 1300 на руках, даже в случае проигрыша, они еще раз навяжут бой с девайсами. Ну и для фейзов это тоже потеря огромного количества денег. Да, там, возможно, будет какой-то сейв в случае поражения уже, понимание того, что это невозможно будет выбить. Короче, вот сейчас игра начинается самым красочным образом, потому что это уже окончание. Остаются буквально какие-то там считанные пять раундов основного времени, которые нужно досмотреть. И уже будет понятно, что к чему. Ковач мажет, и вот это была огромная ошибка. Еще и в Рейна влетает Хаешка в начале этого раунда. Лекра подлавливает Рейна, который заходил чуть ли не боком. Коннектор ожидает чего-то, какого-то чуда. Но Керриган хотя бы один минус дает в ответ. Слушайте, да и смерть, конечно же, от Рейна и Гардиан не совсем на руку. Здесь, конечно же, пойдут команде Фейс Клан. Ника и Керриган два опорника на А. Ну и один лишь Олаф Мейстер Савик. Наверняка все-таки с Хэвена даже больше играет. Дропается на воду. Ну а здесь команда Иной Пи. Уже просто прокладывает постепенно такой вижен в сторону Аплента. Да, и бомба передвигается тоже, тоже по туалетам. Это итоговый Аплент для команды Н.А.Пи. Готовы. Готовы Фейзы. Правда, не готовы был конкретно Ника к тому, что Форест его уже выцеливал. Это, пожалуй, 2 в 4, 2 в 3. Керриган неплохо поработал по двум соперникам в этом раунде. Но это, к сожалению, все, что он смог дать своей команде прямо сейчас. И один в три для Олафа Кайбера. И, слушай, но Олафа надо уходить на свой девайс. День, конечно, у него очень много, но один в три. Ну если погибнет, он не сможет дать. Там еще просто молик, есть две флешки, три флешки. Да, но нужно уйти. У него останется после проигрыша в этом раунде 7 тысяч. Он сможет дать две эмки. Тиммейты типа Ника и Керриган купят арморы и раскидку. Рейн и Гардин что-то приобретут себе сами. Либо Гардин скинет девайс Олаф Мейстер и получит в обратку снайперскую винтовку. Тогда, да, может получиться. Но Олаф Мейстер ждет до конца. Там есть дефьюз киты. И теперь уже точно нужно топить куда-нибудь. А отпустят ли? Это уже совершенно другой вопрос. Промахивается он. На руках должен быть Тек-9, наверное, сейчас уже в упоре. И по итогу его план Капкана. То, чтобы эту бомбу раздефьюзить просто не случился. Гардин, 24 фрага. Кова, что ты творишь вообще? Перестань, пожалуйста. Точнее, не переставай, пожалуйста. Перестань переставать и будь уже стабилен, Ковач. И те самые НИПы опять же идут довольно ровно. Да, 15-11. Все хорошо. У них целых 4 матчпоинта. У них прямо сейчас. Ну и реализуют ли они один из этих 4 матчпоинтов? Мы сейчас с вами, дорогие друзья, и увидим. А здесь от Гардиана буст и уже 6 хп остается. Да, приятное начало для команды НИП. Хотя у Фореста тоже 20 хп остается. Так что ничего там радужного нет на самом деле. Одна граната и исход решен. Для одного и для второго участника. Двух команд. Ну и здесь Керриган во многом может зажечь. Смотрим, как сейчас. С фармганчик подействует Керриган. МП-9 в упоре. Это, конечно, очень такая серьезная сила. Но если Лекаро сразу же наведется на голову, то шансов у Финна Андерсона здесь не будет. Но если он прям сразу же наведется на голову, то таким нужно зачастую банить. Но это нет. Это Лекаро профигра, который увидел пиксель из-за лестницы, ну и, соответственно, был готов к тому, чтобы эту голову оформить плюсом для себя. НИКО хочет на монстре пропушить Гетрайта. Гетрич смотрит пока что не туда. НИКО горит. Нормально у НИКО все. НИКО делает эту работу. Идти в пуш в такой момент, ну, как по мне, не совсем целесообразно. Но неожиданно, потому что ни смока нет, никакой агрессии не было, информации. Гетрич один, ему нужно смотреть сразу в две позиции. Но он с выбором направлений немного не угадал, а НИКО стекла просто хорош. На этом-то и все. Он совсем хорош. В принципе, с любым девайсом. Да? Более чем... Ой-ой-ой, под Гарден хладился еще и Молико, там 6 хп, это буквально один тик. И от Гардена в итоге еще и минус есть. Рейн забирает все-таки своего оппонента Лекра. И хороший смог, кстати. Можно ставить бомбу. Но там и по Олафу залетает от Денниса Гарден на тачке. По нему есть информация. Гарден попытается прострелить. А здесь еще можно и по ним поработать. Это минус от Денниса. Минус два. Команда НИКО побеждает в этом сумасшедшем просто матче. 2-0 НИИП. НИИИП. Что ты такое? Это шведская машина, которая... Завелась, что ли? Завелась. Топливо подвезли. Топливо подвезли, смазали все эти детальки. И все поехало. Это было замечательно, действительно. Ну, а следующая пара у нас будет Астралис против коллектива Норс. Это будет датская дерби, которую мы увидим после небольшой паузы.